МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С-400, несмотря на давление США. Саманта Пауэр отношения между США и Турцией ставит под угрозу Эрдоган, а не признание геноцидом. Женский марш в Тигрнакерти ему против этой жизни полный убийств. Юбилеи Александра Спиндиаровой и Анри Верной внесены в список важных событий ЮНЕСКО на 2020-2021 год. Губернатор Ванна продлил запрет на все виды действий и мер на 15 дней. Меры безопасности в городе были установлены 21 ноября 2016 года в соответствии с заявлением о чрезвычайном положении, которое началось 15 июля 2016 года после попытки государственного переворота. Все виды деятельности и мероприятия, включая марши, акции и протесты о сидячей забастовке, запрещены на открытых площадках в пределах географических границ провинции Ван в течение 15 дней. Оказание помощи сирийским беженцам моральный долг армянского народа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как передает Армен Пресс, об этом он сказал в интервью итальянской газете «Карьер де ла Сера». По словам главы армянского правительства, Ереван обеспокоен вторжением Турции в Сирию и осудил этот акт, призвав международное сообщество срочно предпринять шаги по выводу турецких сил из этой страны. Обратившись к проблемам беженцев из Сирии, Пашинян отметил, что за время военных действий Армения приняла 20 тысяч сирийских граждан. С учетом соотношения численности нашего населения и количества беженцев, Армения занимает по этому показателю третье место. Оказание поддержки сирийским беженцам – наша моральная миссия, ведь Сирия – это страна, которая нуждается в помощи и которая во время Османской империи спасла многих армян. Сейчас, когда сирийцы страдают, мы не можем наблюдать со стороны. Мы можем вернуть наш моральный долг, отметил армянский премьер-министр. По его словам, для Армении поддержка Сирии – это прежде всего вопрос о гуманитарной помощи. Турецкие военные самолеты F-16 пролетят над Анкарой для испытания российской системы ПВО С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона с требованием оказания от комплекса, сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ. Покупка Анкарой С-400 стала одним из основных факторов ухудшения отношений между Турцией и США. Вашингтон говорит, что С-400 несовместимы с системой ПВО НАТО и представляет угрозу для истребителей F-35, производимых Lockheed Martin. Администрация губернатора Анкары в воскресенье сообщила, что F-16 турецких ВВС и другие самолеты осуществляют в понедельник и во вторник полеты над столицей на малых и больших высотах для тестирования системы ПВО. Телеканал CNN Turk и другие СМИ сообщили, что полеты будут выполняться для испытания радиолокационной системы С-400. Анкара начала принимать поставки С-400 в июле, но еще не ввела систему в строй. Американский дипломат, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэрс, ослалась на ВЕТА Сената в отношении резолюции о геноциде против армян. После того, как Линдси Грэм сняла наложенное ВЕТА на резолюцию о геноциде против армян в Сенате, ее заблокировал сенатор Пердю, заявив, что признание поставит под угрозу деликатные переговоры с Турцией. Это неправильно. Что действительно угрожает переговорам США с Турцией, так это Эрдоган пишет Power в Twitter, сообщает Panorama.em. Напомним, что после встречи 13 ноября с президентом Турции Раджепом Таипом Эрдогана в Белом доме сенатор США Линдси Грэм наложила ВЕТА на резолюцию о геноциде против армян в Сенате. Следует отметить, что каждый сенатор имеет право ВЕТА. 25 ноября женщины вышли на улицы в некоторых городах Турции по случаю Международного дня борьбы с насилием в отношении женщин. В Тигрнакерте женщины организовали ночной марш. В некоторых штатах из-за объявленных администрацией провинций запретных мер женские марши были отменены. К ним относятся провинции Мардин, Казалтепей и Шернак, а также Ванг. В вышеупомянутых областях женщины протестовали через средства массовой информации. Во время митинга Бедри Эйден, член основателя ассоциации женщин Роза, заявила, что они протестуют против авторитарной, националистической, воинствующей, сексистской и запрещающей политики. Депутат Хакари Лейла Гувен также выступила здесь с короткой речью. Объявляя, что женщин убивают в разных городах каждый день, Гувен отметила, что убийство женщин носит политический характер. Партия справедливости и развитие и альянс партии националистического движения дали ключ к этому мышлению. Мы не принимаем эту жизнь, полный убийств. В конце Гувен сказала, мы не оскорбим, мы восстаем. Мы обещаем, что создадим свободное общество, которое будет бороться с насилием. 150-летие Александра Спендиарова и 100-летие Андре Верное внесены в список важных дат ЮНЕСКО на 2020-2021 годы. Соответствующее решение было принято на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. С 1998 года по сей день в аналогичной списке были включены 25 юбилейных событий по заявке Армении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ель-Ель Компас. Ель-Ель Компас. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...